Привет, и в сегодняшнем обзоре у нас устройство, о котором в комментариях под карт-пьютер упоминали немалое количество раз. Что же, давайте перейдем к делу, и сегодня у нас M5StickC Plus 2. M5StickC – это компактная платформа для прототипирования от компании M5Stack, предназначенная для разработки IoT-проектов и различных электронных устройств. M5StickC Plus 2 представляет все необходимые компоненты для быстрой разработки и тестирования концептов устройств, пентестинга, разработки программного обеспечения и различного рода развлечения. Давайте немного ознакомимся с историей его появления, ведь его название подсказывает, что этот Stick уже имел несколько предыдущих версий. В марте 2019 года был запущен первый девайс такого форм-фактора – M5StickC. Инженеры M5, корпус размером со спичечный коробок, впихнули дисплей, акселерометр, гироскоп, инфракрасный передатчик, порт-грув, батарею и всё это связывает микроконтроллер семейства ESP32. К слову, широко известный Flipper Zero начал свою краундфандинговую кампанию на Kickstarter в феврале 2020 года, спустя почти год после старта M5StickC. Вернёмся к Stickу. Первая версия претерпела многие изменения, и на сегодняшний день последняя версия Plus 2 имеет улучшенную начинку и слегка отличающийся визуал. Что же, давайте рассмотрим, что в итоге разместилось внутри этой малютки. Сердцем устройства выступает микроконтроллер ESP32Pico V302. Последняя цифра говорит нам о количестве псевдостатической оперативной памяти, а именно 2 МБ. Помимо этого, 529 КБ статической RAM памяти, 8 МБ флэш памяти и 448 КБ ROM. Всю поддерживаемую периферию самого чипа вы сейчас видите на экране. В отличие от первой модели, экран стал больше, 135 на 240 точек, против 80 на 160 у старой модели. Три внешние кнопки, которые удобно использовать для навигации в приложениях. В первой модели их было всего две. Трёхосевой гироскоп и акселерометр MPU-6886 позволят узнать о перемещении и ускорении девайса и его носителя в пространстве. Инфракрасный передатчик, с помощью которого можно будет считывать сигналы или же управлять всеми телевизорами, кондиционерами и т.д. в округе. Для взаимодействия по сети у нас имеется антенна Wi-Fi на 2,4 ГГц. Конденсаторный микрофон SPM1423. Широкочастотный. Охватывает диапазон от 100 до 20 кГц. Часы реального времени RTC BM8563 позволяют сохранять дату и время, независимо от наличия основного питания. При комнатной температуре отклонение примерно на 13 секунд в месяц. Батарея на 200 мА и микросхема AXP192 для управления питанием и зарядом. В сравнении с первой моделью ёмкость увеличили в два раза. Пару слов о внешнем облике. Визуально он больше напоминает какую-то игрушку, этим легко привлекая внимание как и взрослых, так и детей. Мне очень нравится дизайн их наклеек с максимальным количеством текста на квадратный миллиметр. Такое мы уже видели в прошлом обзоре. Цвет последней модели что-то между оранжевым и жёлтым. По цвету проще всего отличить какая версия устройства перед вами. По эргономическим качествам после компьютера девайс кажется уж слишком миниатюрным. На боковые кнопки довольно сложно нажимать из-за их маленькой площади. И это минус. Сверху у нас выведено 8 контактов, которые позволяют нам подключать аддоны напрямую. Они называются Head. Стоят довольно дорого. Однако нам ничего не мешает использовать любые доступные модули и сенсоры на рынке. Также мы можем использовать общую периферию через разъём груб. С другой стороны от гребёнок. Сейчас у меня есть GPS модуль и RFID 2 модуль. Работу с которыми я уже потестил и выпущу ещё ролик о том, как с ними работать. АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПРОШИВКОЙ Для загрузки на стик прошивок нужно использовать софт M5 Burning Tool. Алгоритм действий такой же, как и с компьютер. В левом меню выбираем стик. Обязательно проверяем версию нашего стика. В нашем случае это версия плюс 2. И загружаем прошивку. Также есть мой любимый M5 Launcher, который позволит менять прошивки по воздуху, не подключая кабель. Это очень удобно. На сайте M5 вы найдёте документацию, которая поможет в работе со встроенными модулями. Также есть примеры в GitHub, основываясь на которых можно подогнать их под свои задачи. Также в M5 Launcher в приложениях можно перейти на страницу приложения в GitHub, где также ознакомятся с подходом других разработчиков, что очень поможет вам в накоплении нужного опыта. Для кого это устройство? Пин-тестинг. У устройства большой потенциал пин-тестинга, однако придётся прикручивать различные дополнения. Из коробки можно будет в основном мучить только сети по Wi-Fi, играться с девайсами с инфракрасным портом управления. Вообще, ESP32 Pico позиционирует себя как микроконтроллер для разработки устройств интернета вещей, умного дома, автоматизации, устройства для мониторинга здоровья, умного сельского хозяйства, робототехники и многое другое. Колоссальное поле для технического творчества. M5 Stick C++ 2 – отличное компактное устройство по хорошей цене. На мой взгляд, именно такого рода девайсы, как флиппер, кардпьютер и стик, привлекают внимание к увлечению вообще амбендент разработки. Создание чего-нибудь нового, погружению в программирование, и это продолжает и усиливает тот вклад, который заложила Ардуино в продвижение технического хобби. В следующих видео мы рассмотрим практические применения стика, создадим самостоятельное приложение для него, и рассмотрим подключение модулей и сенсоров от сторонних производителей. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Меня, кстати, зовут Артур, и до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok